До 8 лет лишения свободы за 100 рублей из чужого кошелька и дешевый мобильный телефон. 22-летний житель Заречного задержан по подозрению в совершении разбоя. В 20.40 дежурную часть поступило сообщение от женщины, проживающей в поселке Монтажный, о том, что она в вечернее время, возвращаясь домой в поселок Монтажный, проходила через не столь лесной массив от КПП в сторону железнодорожных путей, где ее встретил неизвестный молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного пьянения. Подошел и сразу стал требовать от нее деньги. Она первоначально попыталась уйти, но тот достал предмет, внешне похожий на нож, и начал угрожать тем, что он ее сейчас зарежет. Женщина испугалась, конечно, за свою жизнь, попыталась убежать, но тот повалил на землю и села, отобрал сумку, в которой находились деньги, телефон и личные вещи. Едва оправившись от шока, женщина сразу же побежала в сторону КПП, откуда позвонила в дежурную часть полиции Заречного. На розыск преступника немедленно были подняты усиленные полицейские наряды. Выехала следственно-оперативная группа, пригласили туда же кинолога с служебно-розыскной собакой, стали прочувствовать местность, вероятные пути отхода преступника, куда он мог скрыться для того, чтобы найти какие-то следы преступления. Чтобы разыскать подозреваемого в совершении преступления, зареченским полицейским понадобилось чуть больше часа. Уйти далеко разбойнику не удалось. Он был задержан на проспекте Мира в районе магазина «Векса». С 90-го года рождения он, значит, нигде не работает. Ранее два раза уже привлекался до совершения краж имущества граждан. Он не сидел, назначались ему условные меры наказания. После задержания он сознался садейным, рассказал, как все это происходило. За разбойные нападения молодому грабителю светит реальный срок заключения. Насильственное хищение чужого имущества относится к тяжким преступлениям.